Музыка Музыка Меня, короче, трясло полночи. Сейчас я вам расскажу, что случилось. Вот этот, с позволения сказать, хороший человек вчера из тысячи своих дел забыл про тысячи первую. Нехороший человек. И забыл закрыть выгол у индюков наших породных. И случилось такое, что просто ужас. Ужас случился из-за некоторых людей. Что поделать? И ужас случился. Склероз. Склероз вылечить нельзя. О нем можно только забыть. Пойдемте, я вам покажу. Самого красивого. Самого шикарного. Аспидный, да? Этот индюк называется. Серенький. Красавчик мой. Пострадал. Спасение серогорбика. Пошлите. Миленький. Вот он весь. Смотрите, в крови. У меня таблетка парацетанола. И две таблетки витамины. Пентавит. Пентавит. Господи. Вот он с головы вылетит. И все. Смотрите, как мы бочеру разодрали. Видите? Сейчас надо очень аккуратно постараться. Подержи, я покажу. Давай, показываю, во-первых, раны. Господи, как они его... Так, слушай, пока... Нет. Не они, а она. Она, да. Слушай, сейчас не буду брызгать, потому что сначала давай таблетки дадим. Почему? Потому что ты испачкаешься сам весь. И ему размажешь. Во-первых, йодом я побрызгаю. Специальной этой брызгалкой у нас. Открывай, милый. Открывай ротик. Все. Витамины и... И этих... Сейчас, все, 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 все. Уйди. Тихо, тихо, тихо. Вот какой-то... Ай! Не знаю. Он очень это... Отпусти. Отпусти, 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 отдохнется. Слушай, он... Отпусти. Кстати говоря, мощнее, чем хайбрид. Очень сильный. Сильный клюв. Хайбрид и так... У меня след остался. Не хватает. Ему запить потом надо будет. Ладно, все. Потом, а сейчас надо давать шприцом. У меня? Есть? Ты взяла? Да. Еще. Все, давай, давай. Все, взглотнул. Так. Еще надо... Еще. Сейчас он попьет. Таблеток больше нет во рту. Я смотрела. Они не очень глубоко провалились. Ничего. Все, не видно. Давай. Так, чего? Спину? Я не знаю, что делать. Этим, второй кожей или йодом? Не знаю. Я бы, наверное, йодом все-таки здесь, вторая кожа. Первая, это вот отвалилась, если ты видишь. Здесь шить надо по-хорошему. Саш, ну мы с тобой говорили об этом. Я не знаю вот этот аппарат, который скобами. У нас вот такая есть штука, смотрите. Септоспрей. Он после операционного вмешательства в животных... Помнишь еще, когда сметану живот тоже брызгали после процесса обездечивания, грубо сказать, стерилизации, короче? Вот так. Ну мне кажется, знаешь, что он это размажет, смажет. Вот так, что он не засыхает. Видите, как пленкой просто намазан. Так, теперь подожди шею. На шее у него прокусы. Где? У него дырка была. Вот, наверное, заросла уже. Подержи вот так ты его. Я брызну этим алюмининспреем сюда. Так как он у нас вдруг серенький. Не видишь? О, подружки-то не трогают. Они, наверное, тоже обосрались вчера. Будьте, здрасте, как. Вот так, Киро. Он на себя принял удар. Короче, он вчера, когда мы его уже отбили, шатался как пьяный. Ты расскажи, что делать. С другой стороны давай, Бук. Милый, милый. Тихо, 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 тихо. Со второй стороны вот она его схватила. Ну, если честно, ребят, мы видели рану у индюков и посерьезнее. Да, то есть с костями переломанными. Да, ничего не будет. Он все это заживет у него. Мы вчера прилетели сюда. Трусы парусом. Некоторые с арбалетом. Вот. Короче, у нас есть арбалет. Вот он, видите, еще ходит, хвостик распушает. Миленький, все, иди попей. Вот. И, значит, спугнули здесь лисицу. Говорили нам, что лиса в округе ходит. А некоторые граждане закрыли. Выгол-то, забыли закрыть. Понимаете? Сами-то не забыли домой зайти, дверь закрыть. Мой косяк. Да, и вот у него такой страшный, видите. Слушай, все-таки мне кажется, алюми-спрейм надо. Она будет пленкой серой. Подожди, я сбрызну. Ну ладно, я сбрызну сама. И мы прибежали сюда, залетели в эту калитку. Это открыто. И вот столько, вы представляете, даже в темноте с фонариком уже ночь мы увидели, что куча-куча пера. Эта куча пера вот здесь вот колышется, раздувается. Смотрите как. И вот в этом месте, покажи, Сань, мы увидели, короче, индюка нашего. И здесь что-то все шуршало, все что-то куда-то бежали, все это темно было. Ну вот здесь она отбылся от нее. Ну он молодец, он этот отпор дал ей. Даже когда я его подбирал, он на меня бросался прям. Ну реально бросался. Конвертер бы смирились бы, тихо, лапки сложили бы, все. Этот бился, короче. Боец, боец. И, короче, он, наверное, тоже ее еще тоже, может быть, даже и покалечил. Короче, если бы это была белая индейка, ее бы тащили бы. А вот это самый борзый такой был у нас самец. И не того выбрала, короче, она. И мы вовремя пришли. Это было где-то час ночи, да? Мы услышали в спальне, окно приоткрыто. Тут крики такие, это самое, шуржелезо, да. Тут, ну, что-то, наверное, жрут кровотный. И причем очень характерный, скажи, звук был. Не то, что вот индюки когда бывают, там что-то копошатся, а имя прям какие-то удары такие глухие об железку. Ну что, рука у тебя в крови, милый. В крови у тебя руки, понимаешь? Не надо загон забывать, закрывать. Вот, ну ладно, случилось уже, что случилось. Лисе тоже надо кушать, ее тоже понять можно. Будем надеяться, что наш малыш серый выживет. Сколько им? Четыре месяца? Тут все по-честному. Да, кто сильнее? О, носится, носится. Девок-то потерял, а сам-то не пролезает. Миллионок. Ну ладно, мы сейчас их к тебе выгоним, не переживай. Так. Ну что, как ты думаешь, он расстроенный? У него крылья все опускает вниз. Хороший мой. Давай, давай, хорохорься, похорохорься чуть-чуть. Боец, боец ты мой хороший, боец. Я надеюсь, ты когтями своими, этой лисице, глаза-то повыцепал. Нет, рана, конечно, у тебя серьезная. Не умею я зашивать вас. Пока не умею. Гонят, гонят стадо. Надо спрятаться. Тогда зайдут. Ну, смотрите, видите, с девчонками-то веселей гулять пошел опять. Давай, мой золотый, попей водички. Зачем я дала ему протестамол? Я предполагаю, что от таких травм у него просто жар. Он не ест ничего. Забрал батька, да, попей. Сейчас принесет вам новую водичку в чистой миске. У него температура, я предполагаю. Поэтому он не ест, не пьет. Ну, помимо стресса, безусловно. И протестамол помогает с этим справиться. Просто таблетку птицы. Ну, вот такую таблетку. Курочка, если. То, может быть, и пол таблетки. И возвращается у них аппетит. А это, как вы сами понимаете, признак хороший. Когда птица начинает кушать. И все получше становится. Тем более, протестамол имеет обезболивающим действием. Обладает небольшим. Поэтому будем надеяться, что ему поможет. Вот такая вот у нас страшная история. Ребят, берегите птичку. Ну и у нашего видео будет очень неприятный финал. Короче, на четвертый день индюк сдох. Сидел у нас в буточке вот в этой. В общем, там у него есть и вода, и еда. Сейчас под крышу заберусь. А то дождика на улице пошел. Осталось... Вот у нас породная индейка. Три самки и самец. Водичка, еда, все у него было. Он сидел там, сидел вроде. Вчера вечером еще все нормально было. Сегодня я нашла его уже остывшим. Значит, ночью он все-таки скончался. Я предполагаю, что у него может быть повреждение внутренних органов, которые я не видела или сам могла нанести ему, да, которых не видно. Потому что раны, которые я вижу, на самом деле, конечно, не смертельные. То есть бывало и похуже. Бывало пол индюка. Сородичи расклюют, потом он благополучно бегает и выживает. Вот такие у него сильные, видите. Ну, я назабрызгала серым, если вы видите, да, этой второй кожи. Я предполагаю, что у него есть внутренние повреждения. Вот смотрите, нога. Видите, вся искусственно тоже разорвана была. Кстати, ногу-то я и не видела. Вот. Шея у него прокусана. Но не была прокусана ни вена, ни артерия, потому что крови сильно много не было. И вот здесь, вот видите, нога разорвана. Я думала, что все-таки он выживет. Но нет, чудо не случилось. Вот так. Не спрашивайте, почему мы его не забили, потому что снова же, еще раз повторю, у меня была уверенность в том, что эти травмы совместимы с жизнью. Индюк может дальше благополучно существовать. Что и, в общем, он подтверждал 4 дня. Но не знаю, или внутреннее, снова повторю, кровотечение, или, возможно, сердце у него встало от такого стресса, потому что он так и не выходил из этой будки. Вообще, в принципе, только вот первый раз, когда я его вытолкала погулять, походить немножко со всей птицей. Потом он как забрался, так и все. Ну, на этом я думаю, что мы с вами прощаться будем в этом видео. Всего доброго. Как всегда, здоровья вам и вашей птице. И не забывайте закрывать выгру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok